Я купил электрический аналог Харли Дэвидсон из Китая. Ваши ставки. Смогли ли китайцы повторить силуэт и характеристики легенды? Мотоцикл находится в этой огромной коробке. И судя по фотографии с завода, производитель вообще не заморачивался над дизайном. Сделал красиво один в один, как Харли Дэвидсон. Цена этого чоппера чуть больше 8 тысяч долларов. И за эту стоимость я ожидаю увидеть волноразмерный, брутальный и мощный байк. Ну, китайцы именно это обещают. Давайте проверим это вместе. И в конце, после тест-драйва, поставим ему честную оценку. Погнали распаковывать. Ну, за внешку можно реально поставить ему 9 из 10. Китайцы не наврали. Выглядит действительно как Спорстер С от Харли Дэвидсон. Почему я вообще его заказал? Суть в том, что это электрический мотоцикл, который не нужно ставить на учет. И для управления не нужны права категории А. В этом его огромное преимущество. Кроме того, поскольку электрический двигатель максимально просто устроен, его не нужно обслуживать. Здесь ременной привод, то есть нет цепи, звезд, которые также нужно обслуживать, подтягивать и так далее. И единственное, что нужно вообще обслуживать в этом мотоцикле, это тормозная система, это подвеска и все, больше ничего. Из хорошего. Здесь установлен литий-ион аккумулятор. Кто не знает, есть щелочнокислотный аккумулятор, у них циклов там 500-600 от силы. Здесь 1200 циклов разряд-заряд, то есть вам хватит его, ну, вполне на 8 лет, если вы правильно его будете хранить. По дальности хода при средней скорости 80 км в час обещают пробег 120 км, мы это обязательно проверим. Ну, а максимальная скорость здесь 120 км в час. Номинальная мощность двигателя 3,9 кВт. Какие дополнительные опции есть в этом электромотоцикле? Ну, во-первых, из безопасности это АБС, что очень хорошо, мы его обязательно протестируем. Также зарядка Type 2, то есть данный мотоцикл может заряжать не только от розетки 220 вольт, но и от городских станций. В этом электромотоцикле не съемный аккумулятор. Также байк полностью заряжается за 6 часов. На этом байке установлено жидкостное охлаждение и удобный информативный TFT-дисплей. Здесь отображается, что выставлена подножка, то есть здесь спинсовик есть, уровень заряда, пробег, скорость и многое другое. Ну, а теперь погнали на тест-драйв. Я арендовал мотошколу, чтобы протестировать первый нормальный электрический чоппер в России по органам управления данного мотоцикла. Здесь у нас располагается справа ручка газа. На пультах управления это включение аварийки, переключение света, габариты либо ближний свет. Также здесь есть задняя передача, задняя скорость. Можно поставить мотоцикл на паркинг с помощью кнопки и переключение самих передач. Всего есть три передачи, переключаются они просто кнопкой, никакого сцепления. Не нужно бросать ручку газа или тормозить, просто нажимая кнопку. Eco Comfort Sport. Каждый из скоростей это разные настройки контроллера. На эко режиме у вас будет плавный старт и относительно небольшая максимальная скорость. На комфорте будет получше старт, побольше максималка. А на спорт режиме уже будет максимальная динамика разгона и скорость 120 км в час. По приборной панели здесь она выполнена в классическом стиле, она круглая. Приборка это TFT. Здесь отображается какая передача у вас выбрана. То есть либо режим паркинг, либо эко, комфорт, спорт. Есть одометр, показывает уровень заряда аккумулятора, показывает соответственно вашу максимальную скорость. По левому пульту управления. Здесь уже переключение с ближнего на дальний свет. Можно также поморгать дальним светом. А краски четыре кнопки, которые позволяют вам настроить приборную панель, изменить язык и много других функций. Поворотники и гудок. Забыл совсем сказать, справа у вас располагается передний тормоз, слева задний. Еще одно мини преимущество данного мотоцикла. Здесь стоковые рычаги, они регулируются под вас индивидуально. То есть вы можете настроить дальность, что правого, что левого рычага. Тапку сейчас с пола выкручу. Ох ты, блядь. Охренеть, это неожиданно, если честно было. Потому что, блин, я даже не знаю, с чем сравнить. Это что-то наподобие Тинбот РС1 по динамике. Так, ну по динамике... Вот, кстати, вот... Блин, да он вообще стреляет. Это вообще что за... Ой-ой-ой-ой-ой. Даже с 35 стреляет, вообще без разницы. Что с 0, что с 35, вообще пофигу. Очень безопасно. Ну и плюс по управлению. Вот восьмерочки крутим. Вообще в легкую. Мой рост метр семьдесят шесть. Вес мне сейчас восемьдесят килограмм плюс-минус. На мотоцикле я выгляжу вот так. Человек ростом метр восемь шесть на V-Maxx будет выглядеть вот так. Легко ли управлять данным мотоциклом? Абсолютно легко. Вы можете это самостоятельно протестировать у нас, приезжайте на тест-драйв. Но почему легко? Здесь правильная развесовка. Это раз. Во-вторых, здесь все органы управления находятся на руле. Вам не нужно переключать передачи. Вам не нужно думать о заднем тормозе, на основном тормозе. Многие отдыхают, руки работают. Вы задумывались о том, как вообще баки оказываются у нас? Мы уже шестой год делаем любителей электрического транспорта счастливее. За это время Электрон Мотор стал дистрибьютором большинства китайских фабрик-производителей. А Женя, основатель нашей компании, ежегодно ездит на китайские заводы, чтобы убедиться в качестве производства. Желаю к непосредственно моим мотоциклам для наших клиентов, которые подготовлены и отправляются в ближайшее время. Мы не один раз слышали, что люди покупают байки сами через китайские маркетплейсы или через частных продавцов. После чего сталкиваются с мошенничеством или проблемами в обслуживании и поиске запчастей. Поэтому мы сняли отдельный информативный ролик о том, что нужно знать перед покупкой электромотоцикла. Расскажем о нем в конце этого видео. А сейчас вернемся к рассказу о Мотофинах. Вес мотоцикла составляет 200 килограмм. И, к моему удивлению, здесь тормозной системы за глаза. А бейс работает штатно, без каких-либо колебаний. Хотя дорожное полотно немного скользкое. Почему, к моему удивлению. Здесь спереди установлен только один перфорированный тормозной диск. И поскольку мотик весит, опять же, 200 килограмм, я думал, перед будет не так сильно хорошо тормозить. Однако, это не так. Хотя, посадка, я на чоперах впервые, если честно, катаюсь. Как будто уже, вот, не знаю, год сезон точно откатал. По тормозам то же самое. По удобству, кстати, ноги вперед стоят у меня. Ну, обычная чоперная классическая посадка. Вообще, мотик, как уже вы могли понять, похож на Harley-Davidson Sports TRS. Внешним видом, посадкой. По габаритам данного мотоцикла. Колесная база составляет 142,5 сантиметра. Длина 210 сантиметров. Ширина 83 сантиметра. Высота по рулю 110 сантиметров. А клиренс составляет 22 сантиметра. При этом, мотофины выпускают мотоциклы еще и в комплектации с сиденьем для пассажира. Такие байки к нам тоже скоро приедут. Для кого подойдет данный байк? Вообще, подойдет для тех, кто хочет с комфортом и с кайфом передвигаться по городу. А я лично от себя скажу, что немногие из электро мотоциклов, которые я видел, на которых я катался, передавали мне такой спектр эмоций даже здесь по парковке. Когда я ехал на этом чопере, я думал, блин, вот посмотрите на меня, как я на нем выгляжу. Просто посмотрите на внешний вид данного байка. Вам могло показаться, что байк из сегодняшнего выпуска слишком идеален. И в целом у электробайков лишь одни сплошные плюсы. Но мы сняли ролик, в котором разобрали неочевидные недостатки электробайков. А посмотреть его можно тут.